друзья приветствую всех на канале и сегодня я хочу сделать вам новый ритуал который называется чистка порчи от деревенской магии деревенская магия конечно наверное уже все попробовали деревенскую магию или на вас ее попробовали потому что нам всегда кто-то делает что-то соседи родственники из деревни или просто взяли книжку почитали деревенскую магию что-то там нашептали ритуалы какие-то заговоры я думаю что вы все с этим сталкивались конечно очень часто деревенская магия работает очень много лет конечно во все времена она была наверное будет всегда поэтому это как будто бы легкодоступная магия можно сказать так вот как будто бы мы мы так думаем но деревенская магия тоже бывает очень сильная конечно зависит от мастера от методик может быть и черная магия деревенская и какая хотите церковная и какая хотите деревенская магия все что и выкатывали яйцом и испуг выкатывали детям яйцом в деревне у бабушек да летом ну разные конечно истории бывали в жизни в деревне все мы были в деревне вы все это знаете я конечно рада что вы смотрите меня а вы помните да мы вместе мы села когда вы заходите на мой канал вы берете мою энергию потому что я работаю энергиями любые слова любая методика любые заговоры молитвы это все энергия все в мире есть энергия вы это знаете я вам говорю об этом всегда я сейчас буду работать потому что у меня свечи горят прогорают я просто не хочу тратить ваше время потому что я всегда вам что-то рассказываю я хочу вам сказать единственное такое наставление если вас привели ко мне высшие силы значит вы уже что-то неправильно делаете потому что когда у человека все хорошо он ничего не слушает он ничего не ищет не интересуется ничем и неким наслаждается жизнью если вы уже нашли мой ритуал или мои ритуал или мой канал значит у вас уже не не совсем так как бы вам хотелось в жизни причины могут быть разные у вас у всех разные истории поэтому не обижайтесь когда я вам что-то рассказываю я вам рассказываю жизненные истории когда вы ко мне обращаетесь значит уже что-то вам нужно от меня услышать понравится вам это или нет конечно это уже ваше личное дело я всегда вам помогаю или хотя бы рассказываю как я вас вижу со стороны и в чем вы заблуждаетесь и ошибаетесь много лет поэтому когда вы ко мне обращаетесь в вайбер ватсап пожалуйста пишите смс я обязательно вам отвечу когда у меня будет время обычно отвечаю в этот же день назначаю консультацию если вы хотите но консультация пожалуйста прислушайтесь услышите меня консультация моя я с вами разговариваю по телефону я хочу услышать ваш ваш голос это не консультация на рунах и на картах таро пожалуйста услышьте меня я не рассказываю вам ваши истории ясновидение 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 я вижу проблему и то что вы делаете не так я не буду вам рассказывать что вы когда кушали с кем спали и с кем спят ваши мужья и жены пожалуйста услышите меня я акцентирую внимание на ваших ошибках и в том и том что вы неправильно делаете потому что вы топчитесь на месте много лет и делаете одни и те же ошибки поэтому кто хочет меня проверить какое у меня ясновидение пожалуйста не пишите мне я знаю вас то даже я даже знаю ваши мысли обо мне но я их вам не говорю я знаю ваши отрицательные качества и вам тоже об этом не говорю но вам нужна моя помощь запомните если высшие силы вас направили ко мне и вы по-прежнему злитесь или каким-то образом пытаетесь меня в чем-то уличить значит знаете вас будут высшие силы как бы вам мягко сказать делать вам испытания из-за меня из-за меня запомните это потому что моя защита это не ваша защита вы ко мне обращайтесь за помощью вы поняли да я ни на кого не обижаюсь но пожалуйста услышьте меня и проверять меня не надо вы либо меня слушаетесь либо нет я консультирую вас первая моя консультация за смешные деньги за смешные это почти даром но не думаете что я вас буду консультировать за эти деньги каждый день за такие смешные деньги поняли да все я сказала все все остальное вам просто пожалуйста здесь берите бесплатно кому надо тот и понял да вы приходите ко мне с вашими ошибками и я вам просто говорю где вы неправильно делаете что вы неправильно делаете так сегодня у нас я рада что вы конечно пишите комментарии секреты мы не пишем откупы постоянно по поводу откупа вы меня спрашивать как делать откупы да как угодно куда хотите бросайте монеты правой рукой две-три монеты в огород в поле в луг в лесу на перекрестках куда хотите бросайте вам нужно бросить оторвать от себя с этими монетами проблемы но если у вас огромные долги или у вас большие проблемы по жизни монеты вам не помогут это просто помощь маленькая капелька чтобы оторвать проблемы от вас сдвинуть процесс с мертвой точки кроме того что вы бросаете откупы после серьезных ритуалов а у меня вообще все серьезные ритуал периодически кто меня смотрит постоянно периодически раз две недели раз десять дней бросайте откупы желательно в двух трех местах в один день в двух бывает даже достаточно ну можете в трех бросать если вы почистились выбрасывайте пожалуйста от себя монеты выбрасывайте откупы бросаете в пространство благодарность мне за мою работу за то что я вам делаю ритуал это совершенно другое это не откуп это благодарность мне за то что я пропустил этот ритуал через свою энергию через себя потому что я работаю психической энергией понимаете на все свои ритуалы я делаю в потоке я благодарю вас за то что вы пишете мне присылайте комментируете помогайте в развитии канала я работаю с вами независимо сколько у меня горит свечей горят ли они вообще или нет ритуал уже работает с первой минуты даже если я разговариваю ваши проблемы решаются постепенно у кого-то быстрее медленнее по разному поэтому смотрите разные мои ритуалы много раз кому сколько нужно если вы хотите решить какие-то ваши проблемы обращая обращайтесь ко мне хотя бы поговорить пожалуйста вы услышите то что вам нужно услышать и почему у вас проблемы я вам это скажу если вам нужна моя помощь я могу с вами поработать индивидуально это другой процесс пожалуйста не путайте мастера которые хотят люди девушки мужчины кто хочет стать мастером и вы уже что-то умеете пожалуйста я могу дать вам посвящение и инициацию после меня у вас пойдет быстрее это только тем кто хочет работать в этом направлении независимо вы хотите быть на картах смотреть или на рунах или рунологом или космоэнергетом не зависит от этого или вы хотите делать ритуалы снимать видео принимать людей я могу вам дать инициацию посвящение посвящение в мастера у вас просто это знаете как ключик я вам могу вам дать ключик а дверь у кого-то красная у кого-то черная у кого-то белая у вас у всех дверь это мудрость знания ключик я вам дам вот этим ключиком вы будете открывать разные двери понятно да это отдельный процесс массово я не создаю учеников не учу только индивидуально потому что вы все на разном уровне кто-то нулевой кто-то думает что у него есть способности а кто-то уже что-то попробовал почитал да пожалуйста мы можем просто даже поговорить на эту тему так сегодня у нас чистимся от деревенской магии потому что кому-то уже завязали привязали кому-то поробылы уже подбросили в огород кому-то кому-то под калитку куда угодно куда угодно уже походили потоптались по вот этим всем магическим вредоносным предметам соседи кому-то родственники принесли подсыпали подлили в питье куда угодно вы разные смотрите ритуалы разные люди с разными историями все мои ритуалы здесь на канале бесплатно смотрите после серьезных чисток а вы знаете у кого насколько насколько по ощущениям кому насколько тяжело и плохо да вы уже это знаете пожалуйста по состоянию какой у вас вид порчи я делаю ритуалы универсальные от многих разных видов порчи поэтому даже если у вас нет деревенской магии вы думаете что у вас никогда не было деревенской магии вы можете смотреть потому что здесь во всех моих ритуалах работает энергия предметы во время деревенской магии разных магических ритуалов деревенских могут быть совершенно разные ножи острые колющие режущие предметы жидкости разные и вино и молоко и сахар и кровь и животных кровь и животные и и куры и петухи и разные разные ритуалы жертвоприношения тоже это тоже деревенская магия и гвозди и молотки и топоры все присутствует на животных скидывали переклады делали я работаю с вами сейчас энергию во всех моих ритуалах разная слезы выходят да зеваете слезы у кого-то сердце но тянет ноги болят кости ломит мне кто-то говорит кости ломит вы можете смотреть все мои ритуалы слушать слушать спать под мои ритуалы можете энергии работают в каждом моем ритуале на работе можете включать и слезы мы дв ломит ломит много разных видов деревенской ноги поэтому рассказывать не буду я и так много разговаривают просто чистим деревенскую ноги я работаю мне тут коровой пахнет я не знаю что там я чищу но нет я знаю что я чищу просто виды то разные порчи были сделаны коровой пахнет мне тут слышу я сижу у себя в квартире но мне пахнет сейчас во время ритуала коровой деревенские конечно тексты деревенской магии можно делать конечно в городе где-нибудь это не обязательно сидеть в деревне конечно нет методика и конечно ритуалы деревенские использовали наверное все пробовали наверное все и на вас точно также пробовали на женское завязывание на бурской а я что же в ритуале да я зеваю зеваю потому что частоты такие идет энергоинформационный поток в ритуале поэтому я зеваю я нахожусь в канале поэтому я зеваю очень часто в канале в потоке в канале в энергетическом может быть состояние как будто бы с вас сверху что-то вытягивают как будто бы как раньше говорили жилы вытягивает вот какое может быть состояние как будто бы тянут с вас прям такое вот что-то вытягивают с разных сторон девочки кто занимается магией или интересуется вам делают постоянно поэтому даже если вы почистились то нет гарантии что вам не сделают новую порцию потому что ну вы в этом все живете работаете поэтому делают постоянно нету такой защиты которую вам поставят и все и на 15 лет вперед нет такой защиты защита работает уже если с вами ничего серьезного не происходит а мелкие вот какие то там события неприятные мелкие которые вам не принесут никакого особого вреда это магия да то что вам сделали если у вас стоит защита ничего серьезного с вами не произойдет потому что невозможно поставить защиту и носить ее на себе как в скафандре ходить невозможно потому что вас не увидят люди вообще в социуме никто и вы будете как человек невидимка поняли да поэтому защита когда выставляется это уже с вами ничего серьезного не произойдет а мелкие какие то да пожалуйста какие то мелкие неприятности мы же живем в социуме с нами всегда что то происходит но это жизнь такая вы в этом учитесь в этих мелких неприятностях решаете учитесь как справляться с проблемами как решать какие то проблемные ситуации выходить из непредвиденных ситуаций вы учитесь все мы учимся я работаю и 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 какие-то присутствовали в магии. Шкурки змеиные какие-то. Кожи змеи, летучие мыши. Я смотрю. Или вы что-то находили? Хвосты какие-то от животных. Грибы какие-то ядовитые. Я смотрю, мухоморы или как они называются. Я в грибах не очень, но ядовитые какие-то. Верёвки, верёвки от покойников вижу, смотрю. Кому-то завязывали. Делали чёрную магию вам. Не всем. Вас много смотрят. Да, я хочу вам ещё сказать один такой момент. Вы мне часто рассказываете, что вы там выносите под дерево сладости. Сладости вы выносите под деревом. Вот когда вы там что-то делаете, чиститесь, там сами что-то пробуете, там какие-то ритуалы. Потом вы выносите под дерево что-то там. Сладости, печенье, я не знаю, там пшеницу или что вы там выносите. Ну, как вам сказать, если вы хотите, чтобы сработал ритуал, то вы должны отдать деньги. Если вам завязали на всё, то сладостями, знаете, это как у нас говорят, я к мертвому припарка, вот эти сладости под дерево, это вообще ни о чём. Это не откуп, девочки, ну не откуп это, оно не работает. Вы же, мне просто не один человек это уже рассказывал, что вы выносите сладости там что-то ещё под дерево. Ну, это совершенно разные силы. Почему я говорю, я работаю с верхним миром? Верхний мир управляет всем. Поняли, да? Для этого он и верхний. А то, что вы бросаете под дерево, если вы хотите изменить судьбу себе, да, вам завязали дороги, на смерть вам сделали, там ещё, а при чём тут нижний мир? Объясните мне, пожалуйста. Да? Вы задабриваете нижний мир, он вообще не при делах. Вашей судьбой руководит верхний мир. Вот как там наверху Боженька, скажет, у кого-то Боженька, у кого-то Высшие Силы. Как вы себе понимаете, Высшие Силы у вас, у всех понятия разные. У кого-то Абсолют, у кого-то там Высший Разум. Ну, это Высший, вы сами говорите, Высший, да? А при чём тут дерево? При чём тут низы, вы задабриваете низы сладостями, понесли под дерево, при чём тут это? Скажите мне, пожалуйста. Да? Намёк, поняли? Не работает это, не работают эти все откупы, не работают. Деньгами откупаемся, это совершенно другая. Деньги, это совершенно другое. Ну, вы же хотите денег, вы хотите выйти замуж, или там жениться, или бизнес, или ноги развязать, дороги развязать, да? Что хотите? Чтобы прибыль была. Какая прибыль должна? Конфеты у вас должны быть? Должны быть деньги, правильно? Мужик с деньгами должен быть, невеста с деньгами, приданые деньги, золото, это всё деньги. А при чём тут сладости, ребята? Да? Поняли? Да? Вот поэтому вы потом ко мне приходите, вы уже напробовались, наритуалились, какую хотите магию, вы уже попробовали, и у вас уже крыша едет, вы не знаете, куда кидаться. Вы приходите ко мне и, конечно, я вас выслушиваю, и вы рассказываете мне такие интересные истории, пытаетесь что-то от меня скрыть, не скрываете ничего. Вы, когда вы уже ко мне пришли, уже как на духу рассказываете, что вы хотите от меня, потому что я вижу вы уже как, знаете, как в шелках уже, в болезнях, в проблемах, в долгах, в кредитах, без денег, больные, квартиры нет, ну все уже, просто трэш, и вы приходите ко мне. Вы уже все пробовали. Поэтому начинаем с первого класса, начинаем раскладывать по полочкам, куда ходили, что делали, что сами писали. Вы уже писатели написали с интернета, руноставы писали, талисманы делали, чего вы только не делали. это не ко всем относится. Но у меня практически через одного, если даже не все, уже что-то делали. И делали очень много лет. Так, это я так рассказала. Я на вас не обижаюсь, я никого не осуждаю. Пожалуйста, я вам скажу, где вы спотыкаетесь, и что вы делаете не так. И в магии, потому что я девушка вредная. Если наказываю, то наказываю. Если не наказываю, то наказывает за меня. Я надеюсь, кто-то понял, кому я это говорю. Ребята, за меня наказывают высшие силы. Надеюсь, вы услышали те, кому это нужно услышать. За меня накажут. Мало не покажется. Высшие силы поставили мне защиту такую сильную. И они меня контролируют, потому что я на них работаю. Поняли, да? Я выполняю миссию. Меня уполномочили высшие силы. Рассказывать вам тут ритуалы делать и рассказывать каждый раз что-то новое. Поэтому меня контролируют высшие силы. Поэтому, товарищи, друзья, господа, дамы, джентльмены, леди, я надеюсь, вы меня услышали, да? Я под защитой высших сил. Поэтому за меня я никому ничего не делаю. Принципиально. У меня свои принципы. Я никого не наказываю. За меня наказывают высшие силы. Я люблю вас всех и помогаю вам всем. Бесплатно, пожалуйста, смотрите. С умом смотрите мои ритуалы. я благодарна всем за просмотры и за лайки и за комментарии и за помощь и за донаты и за благодарности за всем. я рада вам помочь. Так, я продолжаю. Я никуда не деваюсь. Я здесь. Иногда такие лирические отступления рассказываю. Так, ну сейчас вообще поменялась энергетика, да? Сейчас добавлю еще. потому что меня смотрят очень многие люди, которые уже что-то попробовали и плохое и хорошее попробовали. И вам делали, и кто-то из вас уже делал. Я помогаю пострадавшим. Но если вы много лет топчетесь на месте и уже делали, вредили уже кому-то, пробовали, да? Наказали врагов. И вы не можете вылезти из проблем, значит, вы уже тоже пострадали от неправильного, от неправильной действии своих же, вы же и пострадали. Так идет информация сейчас просто говорю. Поэтому вы просто уже некоторые просто запутались и вы уже не знаете, куда дальше магичить, как магичить, что делать. Расслабьтесь. Вы попали в хорошие руки. Я имею в виду себя. А значит, вы что-то проясните для себя. Поймете, может быть, не все, конечно, очень многие вы сопротивляетесь. даже даже когда я говорю, вы думаете, да, это она что-то так вот рассказывает какое-то несерьезно, она, наверное, не понимает. Не-не, я уже все понимаю, я уже все знаю. Даже то, что вы подумаете, я все знаю. Даже если не скажу, помогаю, пожалуйста, пользуйтесь с умом. Добавляю сейчас вам деревенскую магию чистим. Спасибо. . Кружится голова у кого-то, может быть, такой, или пульсирует во лбу, прям такое вот состояние, как будто бы. Продолжение следует... Продолжение следует... Как состояние ваше? Продолжение следует... Продолжение следует... Я здесь, я работаю. Потому что может кто-то написать, сделайте громче звук, я молчу просто. Иногда я в ритуалах молчу. Продолжение следует... Даже внутренние органы, там пищеварительные, вы можете чувствовать, боль проходит во время моих ритуалов. Легче становится, легче становится, голова светлее, зрение улучшается и вообще состояние улучшается, боли проходят. Это уже такие побочные эффекты положительные. Положительные результаты, положительные результаты разные у вас будут после всех моих ритуалов, просто результаты будут разные. Даже если тема, на которую вы смотрите, вам не нужна, этот ритуал вам как бы не нужен. Но он вам может принести положительные результаты в любом направлении жизни, в любых сферах деятельности. Даже если ритуал на другую какую-то тему совершенно. Ритуал на здоровье может принести деньги. Или наоборот, ритуал на деньги может быть принести улучшение на работе или с недвижимостью, что-то. Ну, по-разному. Потому что все в вере есть энергия. Вы понимаете это, да? Я вам постоянно об этом говорю. Поэтому все мои ритуалы можно смотреть. Противопоказаний нет. Просто есть среди них такая вот тематика очень тяжелая. Поэтому детям не включайте. А практически все можете включать детям. Ну, не все. Чуть-чуть как бы проверьте, какой можно детям. Как реагирует. Аура, все штоны, чакры. Все это можно детям. На здоровье, крадники. Все это можно детям. Чистки все от крадников. И денежные. Все это можно детям. Проверяйте, конечно. Дети-то тоже бывают разные. Маленькие, большие, взрослые дети. Так, сейчас я смотрю, полегчала. Голова нормальная. Вокруг вас положительная энергетика легкая, да? Ритуалы мои работают даже после того, как вы видео просмотрели. Еще много часов работают энергетика ритуала в вас внутри. У кого как. А обращайте внимание. Даже сутки может работать. Тепло может быть, кто мерзнет. Или просто как бы состояние такое, что вы чувствуете энергетику. Эйфория у кого-то может быть. Может быть сонливость после ритуала, после чисток. 10-15 минут хочется поспать. Да, бывает такое. Не после всех ритуалов. У вас у всех разная реакция. Вы все разные. Так, я сейчас буду заканчивать ритуал. Я рада, что вы смотрите мои ритуалы. Пишите мне лично. И пишите комментарии, конечно. Я жду вас. Я вам помогаю. Я выслушаю вас всех. Я рада, что мы вместе. Потому что мой канал Сайрада – это эгрегор. Это сообщество. Через меня вам дают помощь высшие силы. Потому что высшие силы меня готовили, выращивали, взращивали. Из меня во мне усиливали мои способности, конечно. Мои навыки я наращивала, нарабатывала. Потому что меня уполномочили высшие силы. Поэтому моя помощь вам – это помощь друга. Но эту помощь вам дают высшие силы через меня. Все мои ритуалы работают благодаря моей психической энергии и моим наработкам. Все ритуалы я делаю в канале, в потоке, в энергетическом, энергоинформационном потоке. Я люблю вас всех. Вместе мы – сила. Вы помните, да? До встречи, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok